Что ждет вас в 2020-м? Спасибо большое. Добрый день. Тихо, тихо, ну пожалуйста, поднишь. Давайте мы... Вот давайте мир. Здравствуйте, Владимир Владимирович, Ирина Дашкоева, МТРК «Мир». На Совете глав государства СНГ в Ашхабаде вы коснулись темы празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Вы предложили лидерам стран СНГ приехать в этот день на памятное мероприятие. Владимир Владимирович, не жалеете вы о том, что в сводной колонии победителей не будет военнослужащих из всех республик Советского Союза, включая Украину и Грузию? Спасибо большое. Я жалею, что не Советского Союза. Что касается их участия в параде, это их выбор. Но если кто-то не приедет в силу каких-то сегодняшних особенностей наших межгосударственных отношений, думаю, что для них это была бы большая ошибка. Потому что это будет означать, что они не проявляют должного уважения к тем людям, которые боролись и отдали свою жизнь за независимость их собственной Родины. Что хотел бы вспомнить, ведь это в документах прописано, в их документах в нацистской Германии. Значит, часть населения славянского использовать на работы, большую часть за Урал, на северные территории. На что это? На вымирание. Речь шла просто о сохранении государственности. Речь шла о сохранении этноса восточнославянского, русских и тех же самых украинцев. Вот о чём шла речь. Когда я слышу, что, может, было бы хорошо Ленинград сдать и так далее. Мне хочется сказать, вы придурки, нет? Вас бы никого не было, кто так сегодня рассуждает. Вот о чём речь. И, конечно, присутствие по радио в Москве потомков тех, кто отстоял нашу государственную независимость и сохранил наши народы. Конечно, на мой взгляд, это символический и важный жест. Мы будем рады увидеть всех, кто примет наше приглашение. Кстати говоря, там Минск. Люди должны будут в будущем оценить, что сделано было для страны. Может быть, что-то не удалось сделать. И я думаю, что общественное мнение в этом смысле, такой самый лучший показатель, оно даст оценку. Но это в будущем. Что касается самых ярких событий и самых таких вот тяжёлых, я уже говорил об этом. Самые тяжёлые, конечно, это крупные теракты. Это Беслан. Никогда этого не забудьте. Это теракт на Дубровке. Если мы посмотрим на то, что себя представляла наша страна в начале 2000-х, и что сейчас, это почти две разные страны. Я уже не говорю про вопросы, связанные с безопасностью. Ну что, грех отеять. Надо прямо называть вещи своими именами. В 2000 году, ещё до 2006 года проходили активные боевые действия на Кавказе. Боевые. С применением танков, авиации и другой тяжёлой техники. Вы понимаете? Вот это всё в совокупности, на мой взгляд, является не моим, а нашим общим достижением. Потому что то, что выдержал русский народ и все другие народы Российской Федерации в период 90-х, начало 2000-х годов, это само по себе подвигом можно назвать. Тихо, 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 пожалуйста, потише. Иначе у нас начнётся такой восточный базар, и никакого диалога не выйдет. Что касается Конституции, это живой инструмент, он должен соответствовать и уровню развития общества. Но я всё-таки считаю, что принимать новую Конституцию не следует. У нас есть фундаментальные вещи, которые закреплены, и которые нам нужно ещё целиком и полностью реализовать. Это касается первой главы. Первой главы. Вот она, на мой взгляд, является неприкосновенной. Всё остальное, в принципе, так или иначе, менять можно, отменить оговорку подряд. Ну вот у нас два срока подряд, ваш покорный слуга два срока отслужил, потом ушёл с этой должности и имёл конституционное право вернуться на должность президента. Потому что это было уже не два срока подряд. Она некоторых наших политологов, общественных деятелей смущает. Ну, можно было бы её отменить, наверное. Тихо, 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 пожалуйста, потише. Что касается фигуры Ленина в нашей истории, он был, скорее, не государственный деятель, а революционер. Предложил, фактически, даже не федерацию, а конфедерацию. По его решению, этносы были привязаны к конкретным территориям и получили право выхода из состава Советского Союза. Даже территории нарезаны были так, что они не всегда соответствовали и до сих пор соответствуют традиционным местам проживания тех или других народов. Поэтому сразу возникли болевые точки. Они сейчас ещё между Республиками бывшими Советского Союза имеют место быть и даже внутри Российской Федерации. Как? Давайте мы отправимся в тот сектор. Меня, конечно, очень насторожило заявление президента Зеленского после того, как уехал из Парижа о том, что можно было бы пересмотреть. Если начнётся пересмотр армейских соглашений, вся ситуация вообще может зайти в тупик. Полный ключом этих армейских соглашений является закон об особом статусе Донбасса, который должен быть имплементирован в украинский основной закон, в Конституцию. Вот его сейчас продлили на год, но это же не на постоянной основе. Нужен прямой диалог с Донбассом. Его тоже нет. Вот сейчас объявлено о том, что будут внесены какие-то изменения, связанные с децентрализацией. Ну, хорошо. Но это что? Это взамен минских соглашений? Это что? Взамен закона об особом статусе Донбасса? Можно себе такое представить? Можно. Но в минских соглашениях написано, что если это касается Донбасса, это должно быть согласовано с этими регионами. Никакого согласования нет. Если будут предприниматься и дальше попытки силовым способом задушить, я думаю, что вряд ли это можно будет сделать. Эта известная фраза «Донбасс порожняк не гонит», она, знаете, она, конечно, такая хулиганская, бойцовская, но она в душе у людей есть. Там гордые люди живут, поэтому вряд ли удастся решить эту проблему с помощью каких бы то ни было силовых решений. Тихо-тихо, ну пожалуйста, подише. Экономика требует притока иммигрантов. Отсутствие должного количества людей на рынке труда и должной квалификации уже сегодня является объективным фактором сдерживания экономического роста. Конечно, проще адаптироваться к российским условиям людям, которые уважают русскую культуру, знают её, владеют русским языком. Поэтому это легче, скажем, для белорусов, для украинцев, для тех же молдаван. Просто проще это делать. И местное население воспринимает это более спокойно. У нас 3 миллиона украинцев сейчас живёт, ещё примерно столько же приехало после трагических событий на Донбассе. Сложнее адаптироваться людям, скажем, из Средней Азии. Ну там мы что должны делать? Там просто нужно внедрять наши системы образования. И тогда и люди в себя, приезжающие к нам, будут чувствовать себя более комфортно. И не будет такого раздражения у местных людей, у местных жителей, когда они сталкиваются с неуважением к нашей культуре, к нашей истории. Это касается, кстати говоря, не только выходов из Средней Азии. Это касается и внутренних мигрантов, скажем, Северного Кавказа. Если можно, на Парад Победы 5-7 пропусков инициатором подписей. У меня просто ещё два вопроса по войне как раз. Извиняюсь, Дню Победы. Вы знаете, давайте уважать коллег просто. Формулируйте, пожалуйста. Что касается... У нас диалог или мой ответ? Я не буду действительно наглить и занимать... Вы знаете, я прошу прощения, но вы уже это сделали. Спасибо, извините. Уважайте коллег. Спасибо. Свободный интернет и суверенный интернет, вот эти понятия не противоречат друг другу. Ведь тот закон, о котором вы сказали, он направлен только на одно. Не допустить негативных последствий с возможным отключением мировой сети, управление которой в значительной степени находится за границей. Вот о чём речь. Сейчас, 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 дайте мне микрофончик. Вот там, вот туда дальше, пожалуйста. Наш народ был первой жертвой этого тотальдоризма. И мы его осудили, и культ личности осудили, и так далее. Но приравнивать Советский Союз или ставить на одну доску Советский Союз и фашистскую Германию – это верх цинизма. Люди, значит, не знают историю, читать и писать не умеют. Пусть они почитают документы на того времени, пусть они посмотрят, как в 1938 году был подписан так называемый Мюнхенский сговор, когда лидеры ведущих стран – Франции, Великобритании – подписали с Гитлером соответствующее соглашение по разделу Чехословакии. Сталин не запятнал себя прямыми контактами с Гитлером, а руководители Франции и Великобритании с ним встречались и бумажки подписывали. Да, был подписан Пакт Молода Риббентропа и секретные к нему приложения. Это правда. Хорошо это или плохо? Обращаю ваше внимание, и это очень важно, обращаю ваше внимание на то, что Советский Союз последним, это было последнее государство Европы, которое подписало с Германией пакт о ненападении. Все остальные до этого подписали. Знаете, я к этому событию хочу статью подготовить, написать статью. Я ее обязательно публикую, и я хочу своих коллег из стран СНГ познакомить с некоторыми нашими архивными документами. Можно ли поменять какие-то выходные на 31-е? Тоже можно сделать. Надо просто спокойненько все это проанализировать, посмотреть, чтобы не наносить ущерб нашим огородникам, садоводам, чтобы у них не отбирать какой-то дополнительный день в мае, когда все люди занимаются огородами. Спасибо вам большое. Хочу вас поздравить с наступающим Новым годом. Субтитры создавал DimaTorzok